МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы впереди программа Сахалин сегодня. Меня зовут Влад Французов. В ближайшие полчаса корреспонденты Солнце ТВ расскажут о самых заметных событиях региона. А пока коротко о главных темах выпуска. Дефицит земель, выращивание овощей на Сахалине под угрозой. О растениях и животных наглядно. Школьники поучаствовали в научно-практической конференции. Приемная кампания, документы для зачисления в первый класс. Школа Южно-Сахалинска начнут принимать 31 марта. В Сахалинской областной думе обсудили развитие агропромышленного комплекса и, как выяснилось на заседании, выращивание овощей под угрозой. Дело в том, что аграриям не хватает земель под эти цели. Как планируют решать проблему, расскажет моя коллега. Шесть лет назад в регионе состоялось достаточно серьезное событие в сфере сельского хозяйства. Произошло объединение трех крупнейших предприятий совхоза Южно-Сахалинский, Комсомольца и ОПХ Тимирязевская. Однако еще в 2015 году земли, которые распоряжались, совхоз Южно-Сахалинский и совхоз Комсомолец, были переданы области. Следом, в течение нескольких месяцев эти земли были переоформлены и под договором аренды отданы совхозам. И сразу же заключены договора субарендой. Совхоз перестал распоряжаться этими землями. Сейчас у совхоза в собственности 1900 гектаров земли. Они расположены в районе Троицкого, Тимирязевска и Лугового. Все остальные участки общей площадью более 11 тысяч гектаров отданы в аренду и субаренду Грин-Агро-Сахалин. Причем сроки, мягко говоря, огромные. Большая часть договоров подписана на срок до 2064 года, часть до 2035 года. Но на этом проблемы с землей и предприятием не заканчиваются. Продолжается изъятие земель под строительство новых объектов и сетей. Так, в 2022 году были изъяты земли под строительство очистных в районе северного городка. Строительство западной объездной дороги Хомска-Хар. Собхоз Южно-Сахалинский является крупнейшим производителем овощей на острове и выращивает 51% от общего товарного производства. Причем дефицит земель сказывается и на животноводстве. Ежегодно приходится вывозить скот на пастбище в другие районы. Затраты на эти цели составляют около 15 миллионов рублей. Для того, чтобы урожайность картофеля и других овощей не падала, совхозу необходимо дополнительно минимум 1650 гектаров земли. Для решения вопроса был разработан план действия. Согласно разработанному плану, совместно с Милеводхозом, Минсельхозторгом и заместителем председателя правительства Сахалинской области, Зайцевым, должны проводить с миллиардивной работой на земле Гренагра и Сахуза Южно-Сахалинский, при котором вводится по обороту дополнительной земли в Ванильском районе. И Гренагра должно уходить в северную часть Южно-Сахалинской, работая только в южной части. Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений отметила, что сейчас проводится большая работа по выделению совхозу дополнительных земель, что поспособствует недопущению падения урожайности. У нас состоялось рабочее совещание с участием представителей совхоза Южно-Сахалинский, также управления Сахалинским и Милеводхоз. И мы разбирались, какими дополнительными земельными участками можно обеспечить совхоз Южно-Сахалинский. Было принято решение рассмотреть общую территорию в размере 1359 гектар, которая находится в новой деревне Березненке. Также рассматривается вопрос выделения земель в Долинском районе. Их площадь около 650 квадратных метров. В настоящее время министерством разрабатывается дорожная карта с конкретными сроками. Эту работу планируют выполнить до конца апреля. Тогда станет известно, когда и какие земли дополнительно получат совхоз. Дарья Янченко, Данил Сарожинский, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. Как цифровые сервисы влияют на жизнь сахалинцев, рассказали губернатору Камчатского края. Накануне Владимир Солодов совершил на остров рабочий визит. В ходе него главе соседнего региона показали, как нововведения изменили сферы медицины, ЖКХ, бизнеса и дорожного хозяйства. Делегация посетила проектный офис областного Минздрава, IT-парк и школу управления данными. Владимиру Солодову продемонстрировали возможности ситуационного центра, приложения «Острова-65», сервиса «Доступная среда» и системы «Видеоврач». Большая работа, которая проводится у нас сейчас, во многом по тем же направлениям идет, но из того, что мы для себя вынесли, я эту работу организую, адресные, точечные работы с теми, кто находится за чертой бедности. Успешными практиками поделился и Владимир Солодов. Из них он отметил реализацию «Доступной рыбы» и социальной МФЦ. Благодаря последнему жители полуострова могут получить информацию обо всех льготах и соцвыплатах в одном месте. Сахалинские школьники представили на суд жюри исследовательские проекты о флоре, фауне и экологии. Местом встречи стал зоопарк. Ребята защищали свои работы в рамках научно-практической конференции. Она проходит в юбилейный 15 раз. Что изучали юные натуралисты, расскажем далее. Планирующие млекопитающие южной части острова Сахалин. Так называется исследовательская работа второклассника Гены Цыганкова. Мальчик наблюдал за жизнью белок летяг и даже сделал уникальные фотографии практически неуловимых животных. Мое исследование заключалось в том, что летяги сразу могут заселиться в дупло дятлов или естественные полости в деревьях. И мы из этого сделали вывод, что летяги в основном заселяются в естественные полости в деревьях и редко занимают дупло дятлов. А гимназистка Эвелина Блинова изучала поведение белоруких гиббонов в зоопарке. Девочка с лета является волонтером учреждения и не раз наблюдала за этими животными. Решила свои мысли выразить в исследовательской работе. В течение семи дней я решила наблюдать иди на часов. Я узнала, что Орфей и Ксюша. Я узнала, что Орфей самый активный, но он не любит общаться с посетителями. Но Ксюша, она менее активна, но она любит привлекать к себе внимание тем, что она садится возле стекла и начинает садиться стекло спиной. Эти ребята – участники научно-практической конференции. Она проходит уже в 15-й раз и собирает школьников практически со всей области. В этом году их 73. Проекты защищают как в индивидуальном порядке, так и командами. Защита работы у нас стендовая. Ребята располагают все свои материалы у стендов. К ним подходят члены жюри, которым они рассказывают, чем они занимались, какую исследовательскую деятельность выполнили. Они привозят много интересного. Примечательно, что участие приняли не только школьники Сахалина, но и Курил. Настя Валуева приехала на остров со своей мамой из поселка Горячие Ключи. Девочка решила изучить, а затем и рассказать о практически недоступном для людей месте – минеральном источнике «Дачная». Я была на этом источнике с папой и с знакомым. Мы добирались на большом квадроцикле по грунтовой дороге через берег Тихого океана. Мы пересекли речку маловодную, а дальше по бамбуку пробирались к скважинам. Впервые участие в конференции приняла сотрудник Приморского океанариума. Диана Перебейнос вошла в состав жюри. Оно оценивает работы строго по определенным критериям. Конкретно сегодня на выступлениях – это ваконичность высказываний, то есть как было донесено выступление. Может быть, кто-то читал, кто-то старался самостоятельно вести речь. Обязательно оцениваем, как оформлен сам стенд. Вспоминают то, как оформлены исследования, что там было, и действительно ли он этот стенд отражает то исследование, которое показал. Лучшие работы определят в пятницу. В рамках научно-практической конференции запланирован квест в зоопарки, походы в кино и различные мастер-классы. Дарья Янченко, Данил Сарожинский, Андрей Лонгерман, Солнце ТВ. 31 марта в Южно-Сахалинске начнут принимать детей в первый класс. Компания стартует с 9 утра. Подать заявление можно во все образовательные учреждения города. Запись в школу проведут в два этапа. В рамках первого принимать документы будут от тех, кто проживает вблизи учебного заведения или обладает преимущественным правом зачисления. Стартовый период завершится 30 июня. Узнать, в какой школе прикреплена территория, на которой проживает ребенок, можно в образовательном учреждении. Подскажут и в департаменте образования по номеру 312 687 добавочный 3. Кроме того, на сайте городской администрации этому вопросу посвящен раздел. Внесены изменения в распоряжении о плане начала приемной кампании. Я напомню, что были определены для города Южно-Сахалинска три даты. И школы были распределены от 29 по 31 число. А сейчас распоряжением министерства определена вновь единая дата начала приемной кампании для муниципалитета. Это 31 марта. Второй этап приемной кампании начнется 6 июля. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. Период продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Вы смотрите программу «Сахалин сегодня» и мы продолжаем. В областном центре стартует весенняя уборка. 31 марта в городе состоится чистая пятница, а 1 апреля – субботник. Участвовать в массовых мероприятиях будут органы власти, управляющие компанией и волонтеры. Присоединиться могут и местные жители. Весь собранный мусор полигон ТБО примет бесплатно. На сегодняшний день сверстан график чистых пятниц и субботников. На ближайший месяц мероприятия пройдут 31 марта, 1, 14, 22 и 28 апреля, а также 5 мая. 1 апреля и 22 апреля мы объявляем общегородские субботники. Причем, приглашая вас на субботник, я могу сказать, что от вас требуется только желание сделать наш город чище и хорошее настроение. А обо всем остальном, я имею ввиду инвентарь, упаковочный материал, мы, безусловно, позаботимся сами. Управляющие компании, которые обратились в департамент городского хозяйства, обеспечены инвентарем. Все желающие могут получить мешки и перчатки ВУКа. Около 300 вывесок в Южно-Сахалинске обновят в соответствии с дизайн-кодом. Напомню, свод правил для создания единого внешнего облика города начал действовать с 2022 года. Работу с предпринимателями и владельцами здания ведут специалисты администрации столицы. С начала года в департамент архитектуры поступило 120 заявлений на обновление дизайна. 85 из них уже согласованы. В сравнении с прошлым годом за 2022 свой облик обновили всего 150 вывесок. Сейчас наступает теплый период. Мы рассчитываем, что большое количество вывесок заменят на улицах. Плюс также на улице Ленина от Сахалинской до Победы планируется капитальный ремонт домов, где также будут заменены вывески. Поэтому просим активнее также обращаться. Напомню, предприниматели Южно-Сахалинска могут воспользоваться субсидией на возмещение затрат по ремонту в соответствии с дизайн-кодом. Компенсировать можно до 70% расходов. В Корсакове переселенцам из аварийного жилья предоставили возможность самостоятельно выбрать номер будущей квартиры. Распределили их с помощью жеребьевки. Участие приняли 70 семей. Уже на этой неделе для новоселов проведут народный контроль. Корсаковцы посмотрят свое новое жилье. Выявленные недочеты устранит застройщик в рамках гарантийных обязательств. Стартовала регистрация на тотальный диктант. В этом году проверить знания русского языка предлагают 8 апреля. Зарегистрироваться на просветительскую акцию можно на сайте проекта totaldict.ru. Жители Южно-Сахалинска смогут написать диктант на трех площадках. Это музей книги Чехова «Остров Сахалин», исторический парк «Россия. Моя история» и Сахалинская областная детская библиотека. Любителей фотографии приглашают 8 апреля проявить свое мастерство и фантазию в необычном командном конкурсе. Фотокросс «Книжный спуск» состоится на средней площадке горного воздуха. Участники получат задание сделать кадры, посвященные известным произведениям из школьной программы. Приглашены все желающие, объединившиеся в команды от двух до пяти человек. Подробности можно узнать по номеру, который вы видите на экране. Профилактические рейды на водоемах Анивского района и села Охотское провели сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Причиной стал так называемый «тонкий лед», который образовался из-за повышения температуры. Рыбакам раздали более 70 бумажных памяток. В них указаны номера телефонов экстренных служб. В детском саду «Одуванчик» областного центра провели день открытых дверей. Учреждение предназначено для детей с нарушением зрения. Родителям рассказали о том, кто и как будет заниматься с малышами в новом учебном году. «Одуванчик» – единственный в Сахалинской области детский сад, предназначенный для ребят с нарушением зрения. Малыши здесь разделены на категории «слепые с функциональным расстройством» и «слабовидящие». «И мы решили перед тем, как они на 1 сентября сюда к нам придут, рассказать, с чем их дети столкнутся в нашем детском саду. Какие специалисты их будут обслуживать, что будет, что улучшится в жизни ребенка, который носит очки». В детском саду работают тифлопедагоги, логопеды, психологи, есть и музыкальные руководители. В стенах учреждения с детьми проводят также аппаратное лечение глаз. Уже четвертая мартовская премьера состоялась в Чехов-центре. В нем презентовали спектакль по сказке артистки театра Натальи Шарковой «Лесные друзья». Это авторская постановка для незрячих и слабовидящих детей. В ней используют приемы тифлокомментирования через рассказ одного из персонажей. На представление побывала моя коллега Адалина Леонова. На втором этаже островного театра выросла березовая роща. В ней бок о бок живут заяц, волк, сова, медведица, коза и белка. Но в один из дней лесные друзья узнают о болезни одного из уважаемых обитателей полянки – лесовичка. Теперь им общими усилиями нужно вылечить своего товарища. Это такие наивные друзья, лесные, звери. Они все очень открытые, как дети. Очень добрые. Здесь нет плохого героя, злого какого-то. Я не люблю это, не очень в сказках люблю. Потому что больше хочется к жизни отсылку сделать, что все-таки показать детям, что не обязательно, что кто-то плохой, что все просто с разными характерами и очень тяжело уживаются, допустим. Одними из первых зрителей стали воспитанники детского сада компенсирующего вида. Как раз для ребят с нарушением зрения сказка написана таким образом, чтобы действия героев были ясны из диалогов. Дополнительно один из персонажей использует тифлокомментарий. Я считаю, что это замечательно. Такие спектакли необходимы. Своего рода это получается как радиоспектакль. Вы, если обратили внимание, 20 минут я сижу в палатке и слушаю радиоспектакль. И понимаю, что я в принципе все вижу. А значит и дети, которые с воображением у них все в порядке, они тоже понимают, что происходит на сцене. Опыт очень интересный, колоссальный, замечательный. Мне очень понравилось. В сюжет спасения товарища от болезни аккуратно вплетены поучительные моменты. Детям напоминают о том, как важно беречь природу, а также рассказывают и показывают, какие растения могут помочь вылечиться от простуды. Кроме этого, есть место и для интерактива. Юные зрители смогли самостоятельно наполнить кормушки для птиц. Это, конечно же, всегда очень интересно работать с детьми. Но и одновременно страшно, потому что, как уже сказала наша медведица Маша, это тяжело, чтобы ребенок тебе поверил. Они всегда чувствуют какую-то ложь, если ты врешь. Кажется, проверку самым честным зрителям сказка прошла на ура. Мне понравилось, как волк-лесовик охранял лес. Мне понравилось, как заяц почту увозил на санках. Козачковая как наливала молоко. И еще как лесовик заболел, потом еще как они вылечили его, что козачковая напекла блины. В планах театра показать историю в разных районах Сахалинской области. Первым такая возможность выпадет жителям Долинска. Гастроли туда наметили на апрель. Адалина Леонова, Александр Тютюников, Илья Назаров. Солнце ТВ. Это были все новости на сегодня. Напомню, их можно посмотреть еще раз на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на Солнце ТВ в социальных сетях. И не забудьте завтра снова включить телевизор. С вами был Влад Французов. До встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Империя». Солнце ТВ в социальных сетях. Продолжение следует... Какая связь между новой дверью и рыбалкой? Ответ. Купи дверь в «Империи» до 30 апреля и выиграй сахалинский приз. Установка двери с гарантией. Бесплатная доставка по Сахалину. Подробности по телефону 505500 и на сайте. www.505500.ru Солнце ТВ в социальных сетях. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok